Всем привет! Это Универньюз в студии Камиль Гемоздинов. Самоизолируемся, завариваем чай и смотрим новости о событиях из жизни университета. Итак, сегодня в выпуске. КФУ раздают продуктовые наборы. Университет отмечает 75-летие Великой Победы. 101-летний пациент успешно выписан из университетской клиники. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании рабочей группы «Экспорт российского образования Ассоциации Глобальные Университеты». Первая встреча прошла 16 апреля под сопредседательством ректора Руден Владимира Филипова и ректора ДВФУ Никиты Анисимова. Одной из главных тем стали итоги федерального проекта «Экспорт образования», национального проекта «Образование» и возможная трансформация проекта с учетом распространения новой коронавирусной инфекции. А мы переходим к другим новостям. Казанский федеральный университет оказывает всяческую помощь студентам, оставшимся проживать в общежитиях на время самоизоляции. Продуктовые наборы раздают учащимся в Казани, Елабуге и Набережных Челнах. Все подробности далее. Раздача продуктовых наборов всем студентам Казанского федерального университета, оставшимся в общежитиях на время самоизоляции, идет полным ходом. Напомним, что в КФУ учатся помимо российских студентов и иностранные граждане. Оставшимся в общежитии иностранным студентам вручили точно такие же продуктовые наборы. В оказании помощи студентам участвовали филиалы из Елабуги и Набережных Челнов. Как обеспечить, прежде всего, продуктами питания студентов, которые проживают в наших общежитиях. Это и деревни университет, это и студенческие города, это и наши студенты, которые живут в Елабуге и Набережных Челнов. На данный момент в общежитиях Елабужского института Казанского федерального университета остались проживать более тысячи иностранных студентов. Руководство университета уже несколько дней занимается раздачей продуктов первой необходимости, учащимся, оказавшимся в непростой ситуации. В общежитиях Елабужского института у нас остается проживать 1170 ребят. Это ребята иностранные граждане. И, безусловно, в это время им особенно непросто, хотя бы потому, что они находятся вдалеке от своего родного дома, от своих родных и близких. Ну и финансовые затруднения, конечно, тоже, к сожалению, испытывают, поэтому мы решили помочь. Аналогичная ситуация в филиале из Набережных Челнов. Там, в общежитиях, также остались иностранные студенты, оставшиеся в России на время самоизоляции. Им также оказывается продуктовая помощь. На сегодняшний день у нас учатся порядка тысяч иностранных студентов. Часть у них живет в общежитии, часть снимает квартиры и в хостелах в городе Набережных Челнов. Естественно, наша прямая задача и обязанность помогать этим ребятам в такой тяжелой жизненной ситуации, эта работа началась не сегодня и началась поэтапно. Уже три дня у нас идет раздача продуктовых продуктов ребятам. Вначале мы начали с тех, кто на его острове нуждается, потом сейчас уже раздаем всем студентам, которые проживают в общежитиях. Раздача продуктов будет не разовая, а еженедельная. Причем состав продуктового набора тоже будет меняться. Об этом говорил студентам во время раздачи ректора Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сказали, да, каждую неделю и в течение недели по несколько раз. Ну, разные будут. Ну ладно, что ж поделать, что есть. Поддержка. Напоминаем, что начиная с 16 апреля в Кафу действуют усиленные меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Всем студентам рекомендуется оставаться там, где они сейчас находятся на самоизоляции. Если иногородний студент планирует возвращение в общежитие, он должен обязательно связаться с заместителем директора по социально-воспитательной работе своего института. После приезда ему предстоит переждать двухнедельный карантин в специально отведенном для этого общежитии. Там будет предоставлено бесплатное медицинское наблюдение, питание, а также охрана. Идем далее. В этом году Россия и Союзные Республики отмечают 75-летие Великой Победы над нацизмом. На защиту Родины в первые дни войны ушли многие выпускники, преподаватели и учащиеся. Вузы страны участвуют в флэшмобе, приуроченном к юбилею, снимают ролики о своих университетах в годы Великой Отечественной войны. Сейчас вы увидите сюжет о Казанском университете. Великая Отечественная война – трагичное событие нашей страны, которое повлияло на каждого из нас. В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета стала сложная задача – оказать помощь всей стране и стать не только научным, но и промышленным центром. Уже с августа студенты Казанского университета стали оказывать помощь колхозам. В октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которой был Казанский обвод. В строительстве обвода в свой вклад внесли студенты – преподаватели и ректор Казанского университета Кирилл Ситников. Строительство Волжского оборонительного рубежа 1941-1942 года, основной частью которого встал Казанский обвод вокруг Казани. Он шел полукольцом. Волжский рубеж составлял протяженностью 331 километров, включал в себя Татарскую АСР, Чувашскую и Марийскую. Одним из серьезных просчетов фашистской армии была недооценка советской науки. В июле 1941 года по решению эвакуационного совета при Совете народных комиссаров СССР в Казань были эвакуированы 33 из 85 научных учреждений Академии наук СССР, 1884 научных сотрудников, в том числе 93 академика и члена корреспондента, семьями около 5000 человек. Ученые Казанского университета совместно с эвакуированными именитыми учеными Академии наук СССР направили все свои усилия на военные нужды. Легендарные академики Капица и Йоффе, профессора Курчатов и Ландау и другие работали в то время в Казани. За время войны в Казанском университете было выполнено около 300 научных работ. Под руководством Александра Несмеянова была разработана методика получения карбинолов для лечения ран. В преддверии Дня Победы Казанский федеральный университет проводит традиционный ежегодный студенческий марш Победы. Участниками марша являются преподаватели, сотрудники, студенты Казанского федерального университета, а также взвод, сформированный из студентов других федеральных университетов. Их всех объединяет любовь, уважение и благодарность предкам за мирное небо. Данное мероприятие, марш Победы, это в первую очередь дань уважения и памяти тем героям, которые воевали и отстаивали независимость нашей огромной Родины. Перед Казанским Кремлем собирается руководство Республики Татарстан и Казанского федерального университета во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, чтобы возложить цветы к памятнику татарского поэта и героя Советского Союза Мусы Джалиля. Отсюда почетный батальон КФУ с участниками акции «Бессмертный полк» проходит по улице Кремлевской до главного здания Казанского федерального университета и несут в руках портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Ежегодно в студенческом марше Победы принимают участие более 5000 человек, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны. В завершении мероприятия возлагаются цветы к установленной во дворе главного здания университета мемориальной доске, на которой начертаны имена представителей Казанского университета, отдавших свою жизнь за Родину. Мы передаем эстафету Казанской государственной медицинской академии, КНИТУКАИ и КНИТУКАХТЫ, а также другим вузам Татарстана. О других новостях Казанского федерального университета вы узнаете из следующего сюжета. Врачи университетской клиники КФУ успешно прооперировали 101-летнего пациента. Приемный покой его доставили в экстренном порядке, но после операции стабилизации состояния перевели в отделение и уже готовят к выписке. Фараха Ирудинов – участник четырех войн, включая финскую, Великую Отечественную и советско-японскую, а также событий на Хелкинголе. Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохранил хорошую память, ясность ума и даже военную выправку. Великая Отечественная война застала его в Монголии. К тому времени он уже был опытным солдатом, прошедшим две военных кампании. Из Великой Отечественной войны Фараха Ирудинов вышел с двумя орденами славы, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени и другими наградами. Казанский федеральный университет продлевает срок приема заявок на конкурс научных проектов на заискание гранта ректора КФУ до 6 мая 2020 года. Конкурс проводится для поддержки исследований в сфере образования по новым прорывным направлениям от возрастной психологии до когнитивной нейронауки. Победители получат грант в размере до 500 тысяч рублей на срок с 15 мая до 25 декабря 2020 года. Заявки принимаются в электронном виде по адресу, который вы видите на экране. Камиль Гемоздинов, Универньюз. А на сегодня все. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. Не прощаюсь. Продолжайте. 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 Продолжайте.